Всем добрый вечер. Сегодня мы начинаем вебинар «Как работать с сопротивлением персонала при внедрении изменений». Тот, кто впервые в нашем центре. Я могу сказать, что наш центр уже не первый год на рынке. Нам 25 лет в прошлом году исполнилось, в этом году уже 26 лет. И, как вы видите, выпускников более 800 тысяч. И более 250 преподавателей, экспертов, 11 преподавателей – это я, чем очень горжусь. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Это мои регалии. Я профессиональный преподаватель. И частично, когда у меня произошел кризис жанра, я перешла в HR. Обучившись так же, как и вы, перешла в HR. Обучалась на курсах подготовки специалистов с высшим образованием в МГУ имени Ломоносова по направлению «Кадровая работа» и «HR работа». В HR проработала больше 10 лет. Работала на разных должностях, в том числе на должности директора по персоналу. И у меня был опыт внедрения изменений, потому что HR постоянно с этим сталкивается. Я сталкивалась. Были очень интересные проекты, касающиеся внедрения изменений. И затем опять плавно перешла в преподавание. Сейчас я веду курсы по управлению персоналом, по управлению проектами. Кадровые курсы консультирую, публикуюсь, выступаю на различных площадках. Мои контакты вы можете увидеть у себя в личном кабинете, тот, кто у нас зарегистрирован. Ну, либо вот на экране, может посмотреть, красным выделила свой корпоративный путь, то, пожалуйста, можете писать, будем общаться с вами. Это перечень курсов, схема прохождения курсов по кадровому менеджменту, которую я в том числе тоже веду. И верхняя часть для кадровиков, которые занимаются оформлением трудовых отношений, а в нижней части курсы по управлению персоналом. Эта схема есть на нашем сайте. Пожалуйста, приходите, смотрите, задавайте вопросы. После наших курсов мы выдаем документы об окончании. Либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Мы выясним, что такое внедрение изменений, как их грамотно проводить, вот прям пошаговый алгоритм. Основные задачи менеджера персонала и вообще HR направления в период изменений. Если сотрудники сопротивляются, то что им мешает, какие психологические барьеры могут возникнуть в условиях внедрения изменений, как противостоять сопротивлению изменениям, какие методы можно использовать, и отвечу на ваши вопросы. И начинаем с первого вопроса. Что такое внедрение изменений? Начать мне хотелось бы с истории одной моей знакомой. В 2008 году она искала работу. Это HR-директор, очень опытный HR-директор, но кто-то помнит, может быть, что в 2008 году произошли серьезные изменения. Кризис пришел в Российскую Федерацию где-то примерно в сентябре-октябре месяце. Он переступил границу Российской Федерации, и все стали резко оптимизировать затраты на персонал. Ну, ее тоже, она вынуждена была уволиться по сокращению численности. И искать новую работу. И вот, о счастье, ей предложили новое место работы, тоже директором персоналу, в IT-компанию. При этом на собеседовании руководитель сказал ей сразу, вы нас устраиваете, мне нравится ваш опыт работы, то, что вы разрабатывали разные системы. В частности, меня интересует внедрение грейдинга. Грейдинг – это уровень, и при этой системе оплата туда зависит от того грейда, в котором находится должность конкретного работника. У нее был такой опыт, он сказал, да, конечно, я готова это разработать и внедрить. Он говорит, но у меня есть нюанс. Сделать это надо в течение двух месяцев, потому что у вас срок испытания три месяца, и к окончанию срока испытания я уже должна видеть, что происходит. Ну, то есть получилось или не получилось, и принять какое-то решение. Ей была очень нужна работа, компания очень хорошая, все условия ее устраивали, поэтому она согласилась. Она понадеялась на то, что в конце концов она начнет, а там посмотрим, вот, то есть каким-то образом дальше уже будем разбираться. Главная визация в бой, что называется. И что она сделала? Она, естественно, предупредила сразу же всех сотрудников о том, что через два месяца у вас изменяется система оплаты труда. Мы вводим грейдинг и изменяем систему оплаты труда. Разослала вот такое приветственное письмо всем и парализовала работу всей компании, потому что люди не знали, чем это грозит. Не все знают, что такое грейдинг. Ну, кто-то залез в интернет, посмотрел, ужаснулся. Вот, и, в общем-то, конечно, люди очень сильно переживали. Вот так, грамотно, в кавычках, она внедрила изменения. Когда генеральный директор узнал об этом, а узнал он сразу же, потому что, во-первых, посещаемость стала резко падать, кто-то заболел почему-то, кто-то ушел в отпуск вне графика отпусков, кто-то написал заявление об увольнении, вот, причем не самые худшие работники. И генеральный директор вызвал директора подписанного, говорит, я не понимаю, что происходит, объясните мне, пожалуйста. Он говорит, да ничего не происходит, я предупредила людей, чтобы они готовились к изменениям. Вот, внедряю. И они вместе посидели, подумали, как лучше выйти из этой ситуации и нашли какой-то определенный выход. Хочу сразу же сказать, к чести генерального директора, он не стал увольнять нового работника. Это очень важно, потому что, если бы он уволил, то он расписался бы, наверное, в собственном бессилии, что я беру вот каких-то там людей непонятных, тут же увольняю, потом опять еще кого-то беру, на достаточно высокопоставленные должности. Во-вторых, это могло бы быть расценено, как шантаж со стороны сотрудников. Мол, если нам что-то не нравится, мы тут же саботируем, пишем заявление об увольнении, ну, либо там работаем в режиме итальянской забастовки, знаете, что это такое, да, то есть только по должностным инструкциям, и в результате, значит, вся работа парализована. Совсем недавно, кстати, слышала информацию о том, что была забастовка, итальянская забастовка в одном из аэропортов какой-то западной компании, и люди работали, требовали повышения заработной платы, и работали только по досмотру, в частности, проводили по инструкциям. В результате время досмотра увеличилось, и были огромные заторы, люди просто не успевали на самолет, на рейс, потому что надо было все тщательно проверить, все ход и до. Вот, и, значит, они, конечно, нашли выход, вот какой выход, я чуть позже об этом расскажу. Посмотрите, пожалуйста, на экран, кто узнал этого человека? Кто? Ну, да, похож. Обычно говорят, почему-то Лев Толстой. Похож, да. На самом деле это Чарльз Дарвин. Вот, и почему именно он? Потому что он сказал замечательную вещь, выживают не самые сильные или самые умные виды, а те, которые лучше других приспосабливаются к изменениям. Это касается не только, естественно, животных, но и людей тоже. Если люди гибкие, они приспособятся к изменениям. Но поскольку в наших организациях работают люди разные, и гибкие, и не очень гибкие, нам, конечно же, нужно четко понимать, что чтобы не принести вред всем остальным, и бизнесу самое главное, надо учитывать интересы всех людей, всех наших работников. И мы переходим ко второму вопросу, как проводить внедрение изменений и пошаговый алгоритм. Есть разные подходы абсолютно. Мне нравится самый простой. Все гениально просто. Четыре шага. Все очень просто. Первое. Продать проблему. Продать проблему, то есть объяснить людям, что у них она все-таки есть, имеется. Ну, например, вот в нашем случае, если мы говорим о нашей ситуации, когда внедряли грейдинг, сначала спросили, а вы вообще довольны? Привели анкетирование и спросили, вы довольны своей заработной платой и так далее. Ну, кто ж скажет, что доволен? Понятно, что не 100% работников ответили, что они довольны. И когда подвели итог вот этой анкеты, то показали результат и сказали, вот смотрите, вот такой-то процент работников недоволен своей заработной платой. Значит, надо что-то менять, чему люди работают и очень довольны этим. Значит, проблема есть? Есть. Следующий шаг – продать возможность. Вообще, можно что-то сделать в рамках нашей организации для того, чтобы изменить вот эту ситуацию и что-то, значит, улучшить? Возможность имеется? Ну, конечно, безусловно, потому что иначе бы мы, наверное, не затевали эту тему. Это второй шаг. Третий шаг – продать будущее. А что будет, если мы будем внедрять вот новую систему? Вот такая-то система, вот так-то она будет работать. Что будет? А, и показываем результат, выгоду работникам от внедрения этой системы. Оказывается, вы же сможете больше денег зарабатывать. И вообще это будет более справедливо распределено, да? Не просто оклад от того, что человек приходит и проводит время, а это будет гораздо справедливее. И вот человек уже рисует эту картинку, как я буду работать ответственно, и мне за это деньги будут платить. Это действительно справедливо и здорово, и на что я их могу потратить. Ну, и, наконец, четвертый, заключительный шаг – продать сотрудничество. И мы говорим о том, что для того, чтобы внедрить новую систему, нам нужна ваша помощь. И в чем она состоит, рассказываем. Все, люди психологически подготовлены. Понятно, что это происходит не за 15 минут, не за 10 минут. Каждый этот шаг человек должен прочувствовать, пройти, психологически перестроиться. И тут мы переходим к третьему вопросу, который звучит так. Основные задачи HR, менеджер по персоналу, в период изменений. То есть, что должен делать менеджер по персоналу, какие шаги предпринимать для того, чтобы подготовить в рамках всей компании к изменениям. Основные две задачи. Первая – привлечь к взаимодействию первого лица компании. Если руководитель организации или собственник, то есть лицо, принимающее решение, не поддерживает начинание, если инициатива от него исходит, то ничего не получится. Он может сказать, ну, пожалуйста, делайте, что хотите. Но не будет поддержки, и все. И фактически все будет провально. Второй момент – это руководители структурных подразделений. Вы знаете, мне очень нравится японский менеджмент, потому что он основан на том, что самыми главными там являются недл-менеджмент так называемый, то есть руководители структурных подразделений. Не топы, как у нас, да, а именно недл-менеджмент, потому что именно они, руководители структурных подразделений, прекрасно понимают, что творится там внизу, вот это настроение могут снять. И с другой стороны, они достаточно продвинут, в отличие, допустим, от линейного персонала, чтобы понимать стратегию и политику топ-менеджмента. И вот они находятся между ними, между этими двумя, так сказать, вот категориями работников, и именно они, руководители структурных подразделений, реально внедряют изменения на местах. Если HR-ы придумали что-то такое замечательное и даже получили поддержку первого лица компании, то это вовсе не значит, что все будет внедрено. Надо, чтобы руководители структурных подразделений все это прочувствовали и дальше уже на своих участках это все внедряли. Но для этого их надо, естественно, обучить, рассказать и какие-то другие методы еще использовать. Какие, сейчас расскажу. Итак, вопрос четвертый. Типы психологических барьеров в условиях внедрения изменения. Чего люди боятся? Почему возникают эти барьеры? И что они из себя представляют? Первый барьер. Барьер профессиональной некомпетентности. Когда мы говорим, мы сейчас внедрим систему кредирования и все будет в шоколаде. Человек в первый раз вообще слышит это слово. Он даже не понимает, прилично это слово и непередничное. И чем это ему грозит. Но кто-то будет разбираться, а кто-то и не будет разбираться. Скажет, о, все. И вот он барьер, он закрылся. Страх перед непонятным, неизвестным, как это все будет происходить, чем это будет грозить мне, что я должен сделать, чтобы, так сказать, хуже не было и так далее. Это барьер профессиональной некомпетентности. Второй барьер – это барьер перестраховки. Ну, все слышали такое выражение, как зона комфорта. Понятно, что когда люди изо дня в день делают что-то одно и то же, они привыкают, и все это так здорово, все замечательно. И вдруг приходит какой-то инноватор и говорит, вот мы сейчас быстренько с вами что-то изменили. Так вот, барьер перестраховки связан с тем, что люди опасаются негативных последствий изменений, стараются не предпринимать никаких действий, не рисковать. Знаете, такой ступор впали и ждут, вот чем все это закончится. Следующий барьер – барьер привычки. У нас есть система ценностей, у нас есть корпоративная культура, и тут вдруг, опять же, да, нам предлагают что-то изменить. Это адаптация. Адаптация, она достаточно сложна для всех абсолютно. Адаптируются все, и животные, люди к новым условиям. Но у всех разные адаптационные способности. Вплоть до того, что это связано с темпераментом человека. Если у человека флегматический или, скажем, мелафолический темперамент, ему сложнее адаптироваться. Если это холерик, а еще лучше сангвиник, ему проще. Опять же, прошлый опыт. Если он работал с людьми и умеет уже выстраивать отношения, ему легче адаптироваться. Если он никогда не работал, ну, допустим, работал удаленно и вообще такой вот интроверт и так далее, ему, конечно, будет сложнее и так далее. То есть много всяких проблем возникает в момент адаптации. Ну и, наконец, барьер инноватора. Я работала в одной компании, и вот там, в отличие от всех остальных компаний, обычно текучесть персонала выше внизу, да, у линейного персонала. А в нашей компании была текучесть персонала среди топов выше, чем среди линейного персонала. Это объяснялось тем, что руководитель организации, он же собственник, он набирал вот этот линейный персонал в свое время, да, и он относился к ним как к детям. Вот он 20 лет вместе с ними работал, они надежные люди, он их прекрасно знал. А когда компания разрослась и стала достаточно большой, ему надо было, он же не мог контролировать всю деятельность, ему надо было брать заместителей своих, да. А для того, чтобы взять заместитель, надо ему делегировать полномочия, а человек-то новый, как я могу ему доверить, а вдруг он что-нибудь неправильно сделал, значит, надо его еще контролировать и так далее. И чем все это заканчивалось? Заканчивалось тем, что приходит новый топ-менеджер, генеральный директор ему делегирует полномочия, топ-менеджер начинает с его согласия, значит, внедрять какие-то изменения, линейный персонал бастует, сопротивляется, ну, тихо, скромно бастует, не в открытую. А потом, когда генеральный директор обращается к ним, говорит, ну, ребятки, как живете? Они говорят, плохо, ну, что такое? Ему объясняют, вот пришел какой-то непонятный человек, ничего не понимает вообще в нашей деятельности, какие-то глупости дает, задания какие-то, но мы, конечно, выполняем, но вы же понимаете, что, значит, вот как-то это непрофессионально все. Тогда генеральный директор, а это происходит обычно где-то через месяц, через два, вызывает этого новенького и говорит, ну, что, показывай свои результаты, пардон, какие результаты через два месяца по стратегии. Конечно, никаких результатов нет. Результатов нет, народ недоволен, все, до свидания. И увольняет. И вот таким образом у нас сменилось достаточно много топ-менеджеров, и вот этот барьер инноватора, когда люди воспринимают любого нового человека как зло изначальное, да, да еще если они могут влиять на него, вот этот барьер может не очень хорошо отразиться на изменениях. Ну и, конечно же, возникает, а что делать, да, как работать с этими барьерами и какие методы переодоления сопротивления изменениям имеются. Давайте рассмотрим. Мы возьмем с вами классификацию Коттера и Шлезингера. Возможно, кто-то с этим знаком. И я рассмотрю вместе с вами эти изменения на примере вот той самой истории, с которой я начала. Итак, HR-менеджер, новый HR-директор внедряет систему грейдинга, которая будет связана с новой оплатой системы труда, и, естественно, это вызывает возмущение и сопротивление персонала. Как с этим можно работать? Первый метод преодоления – это информирование и общение. И, как я уже говорила, значит, было проведено анкетирование, и у людей просто людям задали вопросы. Всем ли вы довольны? Если вы недовольны, то чем недовольны? Что бы вы хотели изменить? Напишите, пожалуйста, ну и так далее. Понятно, что на первое место вышла заработная плата, потому что это базовые потребности. Опять же, если мы вспоминаем пирамиду Маслова, то базовые потребности – это поесть, попить и так далее. А как это может проявляться в работе? Ну, конечно, через оплату труда, через какие-то льготы и так далее. И первое, когда что-то не получается, люди вспоминают, конечно же, про оплату труда. Вот они пишут, значит, не очень хорошо там что-то, их не устраивает и так далее. Ну, или свои предложения какие-то дают. Это народ. То есть наши работники спросили, спросили, поинтересовались, пообщались, пообщались. Но кроме работников у нас же есть еще и их руководители. С руководителями мы работаем немного по-другому. Руководителей надо информировать. И следующий метод – это участие и вовлеченность. В некоторых особо продвинутых компаниях, вот сейчас такая современная теория, может быть, вы слышали, цветных организаций. Слышали? Фредерик и Лалу. Я подготовлю тогда еще один вебинар, расскажу. Или почитайте, в интернете можете найти его книгу. Фредерик Лалу. «Открывая организации будущего» называется. Так вот, в особо продвинутых организациях вовлекают и персонал линейный, но, как правило, начинают, конечно, с мидл-менеджмента, то есть с руководителей структурных подразделений. Участие и вовлеченность. Причем, обратите внимание, если мы, ну, я сейчас со стороны HR говорю, да, вы уж простите, если мы, как менеджер по персоналу, перед нами стоит задача внедрить какие-то изменения в организации, и мы приглашаем руководителей структурных подразделений и начинаем рассказывать, что вот мы планируем сделать то-то, то-то. Это будет выглядеть вот так-то, вот так-то, а вам надо сделать вот это, вот это, вот это. Сроки такие-то, такие-то. Как вы думаете, как это будет воспринято? Ну, я не думаю, что все восторги будут говорить, ой, какие умные HR, какие они молодцы, браво, браво. Нет. Конечно, и тут будет сопротивление. Поэтому вот в этом случае лучше всего, опять же, если мы помним, да, вот эти вот шаги, сначала спросить, все ли вас-то устраивает. Вот смотрите, мы провели анкетирование, у работников есть проблемы, а вас-то все устраивает. И потом спросить, как вы думаете, а вы-то что можете предложить, вот как, давайте вместе объединимся, подумаем, что делать, и так далее. То есть участие вовлеченность. Понятно, что у нас уже есть свой план, это понятно. Но если мы в открытую будем об этом плане говорить, то, скорее всего, получим сопротивление. Поэтому надо очень аккуратно поинтересоваться мнением руководителя структурных подразделений с уважением относиться к их мнению. Возможно, они действительно что-то интересное расскажут и предложат. Но, скорее всего, нет. Я, конечно, прошу прощения, если у нас есть руководитель структурного подразделения. И вот почему. У руководителя структурного подразделения свои задачи. И, как правило, он видит задачи, стоящие перед его структурным подразделениям. Не каждый руководитель структурного подразделения будет думать обо всей компании. Правильно? Ну, было бы понятно, ближе к телу и так далее. Поэтому в данном случае участие и вовлеченность помогает сломить сопротивление руководителя структурного подразделения и чем-то их обучить. Помощь и поддержка. Тоже один из вариантов помощь и поддержка. Почему люди сопротивляются? Они не знают, помните адаптацию, они не знают, а как это вообще, во что вылиться. Идем на встречу. В нашем случае это было следующим образом. Предложили сделать пилотный вариант. Любой внедрение, изменить должно идти через пилотный вариант. То есть опробировать сначала, а потом уже внедрять. Предложили сделать пилотный вариант и участвовать всех желающих. Причем сказали так. Кто будет участвовать в этом пилотном варианте, тот получит сумму, которая будет больше. Представьте себе, сегодня вы получаете ну, образно говоря, 100 тысяч в месяц. Мы вводим, внедряем пилотный вариант и смотрим, сколько у вас получится с точки зрения грейдинга, вот как вы заработаете. Если по грейдингу у вас получится меньше суммы, чем 100 тысяч, мы, конечно, вам выплатим, как обычно, вот эти 100 тысяч. Если больше, то мы заплатим вам больше. Вот пилотный вариант, и мы показываем, как это действует, а все остальные на примере вот этой ситуации, они рассматривают и, естественно, смотрят, как это работает и так далее. Еще один метод – это переговоры и соглашения. Переговоры и соглашения нужны для тех, кто влияет тем или иным образом на организацию. Есть такие, ну, их обычно называют серыми кардиналами, да, люди, которые, в общем-то, может быть, по статусу и не особо выделяются, но они имеют право голоса и каким-то образом влияют на решение. И есть еще неформальные лидеры, которых мы тоже должны знать, с которыми мы должны работать. Так вот, с ними надо работать с точки зрения переговоров и соглашений. Ну, например, вот в том случае там был человек, который явно был, имел влияние, но при этом, когда вводили систему грейдов, он терял в заработной плате. Ну, ему явно переплачивали, конечно, до того, а когда систему разработали, то он терял в заработной плате. И тогда было принято решение, с ним общались, было принято решение, что ему будет, ну, была разработана, в принципе, такая система персональных надбавок, ему будет выплачена персональный надбавок, чтобы он, естественно, ничего не терял, чтобы он остался при своем интересе. Манипуляция и кооптация. Манипуляция обычно воспринимают как негативное какое-то решение, но на самом деле манипуляция – это всего-навсего избирательное использование информации и расставление акцентов. То есть вы же прекрасно понимаете, что любую информацию можно преподнести по-разному. Можно сказать, о, ужас, мы сейчас будем внедрять вот это, неизвестно, чем закончится, мы этого никогда не делали, это кошмар-кошмар, а можно сказать, что руководство прекрасно понимает, что ситуация может закончиться непонятно, и поэтому мы берем полгода для пилотного варианта, для внедрения, и если не получится, то мы готовы отказаться от этого. Нам очень важно, чтобы работники комфортно работали и так далее. Но тут же еще одна ситуация интересная, если про манипуляции говорить. Манипуляции – это когда есть какая-то официальная цель. То есть мы говорим, мы внедряем систему брейдинга для того, чтобы у нас была справедливая оплата труда. А на самом деле есть еще какая-то неофициальная цель. Ну, например, нам просто надо оптимизировать затраты на персонал, на фонд оплаты труда. Мы же не скажем об этом работникам. То есть мы можем сказать, но тогда и реакция будет совершенно другая. Поэтому манипуляции, с одной стороны, это предотвращает вот эти различные сопротивления, ну, а с другой стороны, собственно, мы никого не обманываем, мы просто правильно расставляем акценты. Коаптация. Коаптация – это представление личности, какой-то личности, желаемой роли. Ну, например, мы начинаем внедрять изменения, и тут образуется какой-то неформальный лидер, который всех настраивает против. Вот, бывают такие, да? В этом случае работа с неформальным лидером может, например, заключаться в том, что мы предлагаем ему возглавить этот проект и быть менеджером проекта, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если правильно проведем переговор, то коаптация очень хорошо работает. Ну, и, наконец, явное и неявное принуждение. Здесь мы уже подтягиваем административный ресурс и сообщаем особо недовольным о том, что, господа, мы сделали все возможное. У нас осталось несколько человек недовольных, и мы вынуждены применить 74-ю статью Трудового кодекса. Если у нас есть кадровики или люди, которые читали Трудовой кодекс, то наверняка знают, что это за статья. Она такая достаточно распространенная среди работодателей в случае чего. И заключается она в том, что условия Трудового договора можно изменить по инициативе работодателя. Но только в случае, если в организации происходят какие-то серьезные изменения технологического плана или, вот как в нашем случае, организационного плана. То есть мы меняем организационный порядок системы оплаты труда, и поэтому все подвергаются, значит, вот этим изменениям. А если человек не хочет, так написано в 74-й статье, мы должны предупредить его за два месяца письменной формулой ведоми, да, и если он не согласен, то мы должны предложить ему другое место работы, а другого места работы нет, потому что вся организация у нас меняется, естественно, у нас нет таких должностей, которые не будут входить в систему грейдинга, у нас все входят в систему грейдинга. И если он и в этом случае не согласен, то мы имеем право уволить его по 77-й статье, части 1-й, пункту 7-му, если я все правильно помню, пункту 7-му. Вот. И все. И вот тут человек уже задумается. Вся организация переходит на новый режим работы, и человек думает, буду ли я работать в этой организации или не буду. Вот. Явное и неявное принуждение. Ничего плохого не делать, все по закону. Ну и сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, но сначала давайте вспомним, о чем мы говорили. Мы выяснили, что такое внедрение изменений, как проводить внедрение изменений по шаговым алгоритмам, что должен делать ЭЧАР, самые основные задачи его, какие типы психологических барьеров есть и методы преодоления сопротивления изменений. Давайте проверим наши знания, как все усвоили. Значит, я задаю вопрос, варианты ответа, вы выбираете правильные варианты ответа. Готовы? Хорошо. Наши вебинаристы могут писать в чате, и мы посмотрим, как они участвуют, насколько им это все тоже интересно. Вопрос первый. Какие этапы относятся к внедрению изменений? Варианты ответа. Продать проблему, продать возможность, продать будущее, продать сотрудничество, продать товар. Так, первый. А вы знаете, наши вебинаристы, например, так не думают. Ответы разные. Давайте я вам покажу. Вот видите, ответы разные. Значит, почему-то второй этап пропустили, не нравится продать возможность кому-то. Третий этап вот здесь пропущен, продать будущее. Все, кроме пятого. Да, ответ правильный. Первый, второй, третий, четвертый, кроме пятого. Все правильно. Второй вопрос. Перечислите основные задачи HR в период изменений. Привлечь взаимодействие руководителя организации, обучить руководителей структурных подразделений, уволить всех работников, не согласных с изменениями. Первое и второе, да. Третье, это уже у нас явно-неявное принуждение, это в крайнем случае. И вы знаете, наши вебинаристы молодцы, они все согласны, прямо у всех правильный ответ. Молодцы. Третье. Типы психологических барьеров в условиях внедрения изменений. Барьер профессиональной некомпетентности, барьер перестраховки, барьер привычки, барьер инноватора. Так. Наши вебинаристы неоднозначно отвечают. Кто-то отвечает все, а кто-то пропускает почему-то вот второй. Вот несколько человек пропустили прям второй пункт. Барьер перестраховки. А почему? Да, человек перестраховывается, он не хочет выходить из зоны комфорта, собственно, да, ну и привычка-то сюда. Как бы чего не вышло. А, да, 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 угу, спасибо. Правильный ответ – все четыре барьера относятся к психологическим барьерам в условиях внедрения изменений. Спасибо. Что представляет собой манипуляция, как метод преодоления сопротивления? Проведение дискуссий, групповых семинаров и отчетов. Избирательное использование информации и сознательное изложение событий в определенном выгодном для инициатора изменении порядки. Или предоставление конкретной личности желаемой роли при планировании и осуществлении изменений. Так, второе. Наши вебинаристы тоже пишут, что второе, но кто-то еще и первый. Проведение дискуссий, групповых семинаров или отчетов. При манипуляции мы, как правило, это не используем, правильно? Потому что проведение дискуссий и семинаров – это информирование и обобщение. Когда мы обучаем, мы рассказываем, вот говорим, провели анкетирование, у нас вот такое-то получилось и так далее. Итак, правильный ответ – это второй манипуляции, избирательное использование. Акценты расставляем, да? То есть говорим правду, но как-то вот с акцентами. А третье называется кооптация. Помните, когда вот неформальный лидер, мы представляем какую-то вот возможность участвовать. Это кооптация. Антон пишет второе, и если постараться, первое. Ну да, если очень постараться, согласна. И еще один вопрос. В каких ситуациях используется метод явного и неявного принуждения? При недостаточном объеме информации или неточности в анализе, когда инициаторы изменения не обладают всей информацией, необходимой для планирования изменений, и когда другие имеют значительные силы для сопротивления, или когда необходимо быстрое осуществление изменений, и когда инициаторы изменений обладают значительной силой. Третье, да, вижу третье, третье, ну да, все правильно, молодцы. Та самая 74-я статья, помните, да? Когда нам надо быстро изменить, говорим, извините, все уже согласились, мы не можем больше ждать. Хорошо. Ну, теперь я готова ответить на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, что это схема прохождения курсов по кадровому менеджменту. Эта тема у нас рассматривается в курсах по управлению персоналом, в курсах по работе со структурными подразделениями, руководителя структурного подразделения, руководителя высшего звена и так далее. Поэтому приходите, подробнее поговорим и на эту тему, и на другие интересные темы. Выдадим вам документы об окончании наших курсов, и я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо.